Повышать заработную плату за счет оптимизации расходов. Такую задачу перед местными властями на совещании поставил полномочный представитель президента России Михаил Бабич. Приоритеты перед руководителями округов обозначил накануне и Владимир Путин. Приволжский полпред прилетел в Чувашу именно с этой встречи с конкретными планами. С подробностями Дмитрий Ковалев. Заработную плату работников бюджетной сферы необходимо подтянуть до среднего уровня. Но в каждом регионе эти цифры разные. В экономически развитых субъектах платят, разумеется, больше. А где-то за свою работу даже квалифицированные специалисты получают копейки. Михаил Бабич отметил, что сейчас во главу угла поставлена задача подвести уровень оплаты за труд под единые стандарты. Под свой контроль этот процесс взяли именно полномочные представители. На первом этапе мы решаем первичную задачу. Выводим уровень зарплаты с указами президента. Либо на средний по экономике, либо два уровня по экономике. К 2018 году по ряду категорий бюджетников. И параллельно ищем варианты, каким образом унифицировать подходы к зарплате бюджетников. Но при решении этого вопроса регионы не должны повышать свой государственный долг. Все козыри для изыскания необходимых средств руководители на руках. Оптимизация бюджетных расходов, создание условий для экономического роста, преобразование отраслей, где работают те же бюджетники. В стороне от этого не останется и федеральный центр. В источнике понятны, подходы понятны, но при этом мы и говорим о том, что, конечно, и федеральный центр, федеральный бюджет готов и помогает сегодня регионам для сбалансировки бюджета. Сначала регион проводит инвентаризацию своих возможностей, максимально мобилизует ресурсы, а потом, соответственно, уже за счет средств федерального правительства, федерального бюджета происходит балансировка до той суммы, которая необходима для обеспечения этих расходов. Потенциал для решения этой важной задачи у республики есть. Макроэкономические показатели в регионе вышли на положительный рост. Сколько необходимо заложить в бюджет для повышения заработной платы, сейчас подсчитывают. Индексировать ее рассчитывают поэтапно. Глава Чувашии заметил, что все это делается во благо людей. Понятно, что бюджет понесет расходы, но уже предпринимаются меры, чтобы его сбалансировать. Мы эффективно управляем общественными финансами, оптимизируем неэффективные расходы, изыскывая дополнительные источники в течение года пошагово решать и разрешать. Дорожные карты, которые мы обязаны утвердить по всем отраслевым министерствам, мы сделаем по срокам пошагово идем. И некоторые нормативно правительные документы уже представлены федеральным министерством для согласования. Важнейшая задача для руководителей на местах строительства жилья эконом-класса. Для снижения стоимости квадратных метров регионам необходимо предоставлять готовые площадки застройщикам. К участкам должны быть подведены все необходимые коммуникации. Доступного жилья в стране должно стать в разы больше уже через пять лет. По подсчетам только в Чувашии его смогут приобрести более 50% жителей. Дмитрий Ковалев, Евгений Анисимов, Республика.